Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня мы с вами идем в Манго. Несмотря на то, что всегда я получаю очень много отрицательных отзывов под этими роликами, но мне всегда интересно, что там дают. Там всегда можно отследить какие-то тренды. Кстати, в этот раз довольно кисло все было с трендами. Ну и во-вторых, я свято уверенно и несу эту мысль через весь свой блог, что в каждом магазине можно найти свою вещь и в том качестве, которое вас устраивает. Особенно летом. Манго, много хлопка, льна, вискозы. Давайте посмотрим, что я для вас там нашла. Ну и сразу на входе висит вот такая модная мода. Сейчас в моде крупные цветы. И эта хлопковая рубашка из хорошего плотного хлопка стоит 9 тысяч. Так что модницам рекомендую. Еще какое-то время назад рваные джинсы являлись дурным тоном. Потом появились небольшие дырочки. Сейчас рвань прям такая конкретная и во всех местах, в которых только можно. Думаю, что с предыдущей рубашкой они будут очень хорошо смотреться. Прям издалека будет видно, что вы в курсе тренда. Есть еще вот такая голубая рубашка. Вообще, у меня недавно появилась голубая рубашка. Я вам должна сказать, что она гораздо универсальна для меня, чем белая. Наношу ее чаще. Довольно длинная. Стоит дешевле 5 тысяч. Но хлопок здесь прям очень тонкий. У предыдущей рубашки со цветком был плотный. Я когда смотрела рубашки на сайте, подумала, что это та же самая рубашка. Но нет. У этой рубашки цена 10 тысяч. И я думаю, что здесь тоже плотный хлопок. Сейчас в моде брюки вот в такую вот тонкую полоску, которая напоминает нам чем-то пижаму и относит нас к пижамному стилю. Обязательно, чтобы это были пижамные брюки. Вот это вот такой вот микротренд. И в манго такой тренд есть. За 5 тысяч можно купить вот такую вот жилетку. Жилетки это, кстати, тоже сейчас тренд. Здесь есть подкладка. И хороший состав. Милен и вискоза. И к ней идут брюки. Можно, конечно, купить отдельно. Я очень жалею, что не померила. Просто у меня уже есть брюки в полоску. Так бы я, честно говоря, не купила, не раздумывая. Забыла померить. И даже джинсы есть в эту модную полоску. Для джинсов, наверное, нужно делать отдельную тему. Потому что примерка джинсов это отдельная какая-то тяжелая для меня история. Ну и вот такие вот винтажные джинсы сейчас-то тоже очень модно. Вообще, вы знаете, что в моде сейчас 2000-е. Это коснулось и денима, конечно. Все мы помним с вами вот такие вот джинсовые пиджаки. Винтажненько смотрится, стоит 10 тысяч. И вот такие вот короткие курточки. Тоже многие из нас носили в молодости. Какое-то время такой бы нельзя носить. Только оверсайз 4300. В этом вам сказали, что это все куца. Снимите это немедленно. Сейчас, пожалуйста, предлагают. И люди покупают. Для тех, кто не любит короткое, как я, например, вот вам, пожалуйста, длинное что-то типа, что-то среднее между рубашкой и платьем. Даже чуть приталенное. Для кого-то это будет рубашка, для кого-то платье стоит 6 тысяч. Кстати, обувь я посмотрела и на сайте, и в магазине. Очень неплохая и достойная, мне кажется, внимания. Много всяких трендов. Вот блестящая обувь, это сейчас модно. Много появилось кожаной обуви. Вот такие вот вьетнамки. Это тоже сейчас очень модно. Здесь они стоят 5700. И, скорее всего, это не кожа. А есть у них кожаные, и они стоят 8 тысяч. А если взять, например, такие же The Raw, они стоят 111 тысяч. А эти из 12 Stories стоят 14 тысяч. Мне кажется, для вьетнамок too much. Очки многие стилисты хвалят в манго. Тоже не всегда у них актуальные. Ну, например, такие для меня маловато. Я люблю покрупнее. Ну и так, не дешево они стоят. 3300. Поскольку жилетки это сейчас горячий тренд, то их в манго много в разных расцветках. Напоминаю, стоят 5000. И они висят красивого цвета коричневыми брюками. Я посмотрела, это оказались карго. И они прям с блеском. Видимо, синтетиком. Но внешне смотрелись вместе очень хорошо. Ах, вот такие вот цветочки. Я не знаю, я прям не любительница таких расцветок. Так, брюки 6000 к такой жилетке. Ну, я бы, конечно, вот те вот купила в голубенькую полоску. Из стопроцентного льна вот такие вот платья в стиле сафари цвета хаки. Я, честно говоря, уже в последнее время люблю лен смесовый, с вискозой. Он меньше мнется. А это прям совсем смотрится как тряпочка. Ну, если вы, в принципе, любите лен, то здесь он есть. Вот, пожалуйста, рубашки в разных конфигурациях. Вот с таким вот укороченным рукавом, цельнокроеным в разных расцветках. И вот такая вот длинная рубашка. Лен достаточно тонкий, надо сказать. Узенький манжет. Мягенький воротничок. В общем, вы поняли мое отношение к этой рубашечке. Стоит она 6000. Я просто мерила недавно в магазине Inspire Girls белую льняную рубашку. И качество там было, конечно, гораздо лучше. Цена, мне кажется, практически такая же. Единственное, она длинная достаточно. Поэтому, может быть, на невысокий рост и не подойдет. А вот такая рубашка в манго за 5000, она короче. И хорошо будет на невысокий рост. У нее и рукава достаточно короткие. И, кстати, на плюс сайз она тоже есть. Еще, мне кажется, на лето отлично льняные широкие пилоты. Кстати, вот эти рубашки дедовые мне тоже нравятся. Правда, они почему-то сделали здесь такого цвета карманы. И они просвечиваются на белых брюках. Стоит 6000. Сзади они на резинке, что дает вам дополнительный комфорт. Можно же купить не белые, а вот такие вот серые. Светло-серые или ярко-синие. Черные, по-моему, есть. Меня в последнее время часто спрашивают про мою вот эту шелковую рубашку. И в манго тоже есть шелковые рубашки. Я их не видела, поэтому не примерила. Но нашла на сайте. Вот, например, из стопроцентного шелка. Стоит 10000, так же, как и хлопковая. И это шелк такой матовый и чуть-чуть просвечивает. А есть с атласным блеском. Но заметьте, что видите, рукава такие коротковатые для модели. В общем, она не оверсайзная. Но в рамках эстетики старых денег оверсайзном и не нужен. Покажу вам еще пару рубашек, которые мне понравились. Вот это очень необычное. В полоску очень неплохие рубашки. Но не все рубашки в манго одинаково хороши. Вот такие не покупаем. Давайте еще пробежимся быстро по залу, прежде чем перейдем в примерочную. Вот этот зал был весь какой-то в цветочек. Все цветное. Ну, хотя бы натуральное. Вискоза много. И очень сильно относящая нас к народному промыслу джель. Мне прям интересно, в Европе манго тоже есть таких расцветок? Или это специально для России создавалось? Ну, вот такая вот милота на тонких лямочках. Сарафан. Вообще, что интересно, много вещей одной расцветки, но разного состава. А вот, например, эти брюки. Здесь вискоза и полиэстер в составе. Стоят они 4 300. А 5 тысяч стоит вот такой вот сарафан и 100% вискозы. Точно такая же расцветка. Мне из всего этого цветочного многообразия больше всего понравился вот этот коричневый благородный цвет. И это такая юбка с запахом. Здесь она висит с такого же цвета майкой. А на сайте они нам предлагают это стилизовать с белым полом. По мне, так вообще ни к силу не в городу. Мне более-менее понравились вот эти платья из вискозы за 9 тысяч. Такая плотная вискоза. Я такое люблю. Он такой достаточно строгая. И есть в белом и в зеленом цвете хаки. Это даже не платья, это сарафан. Потому что рукавов здесь нет. В таком легко можно ходить на работу. Белая мне даже понравилась больше. Она такая очень презентабельная. Единственное, здесь черные пуговицы. Но зато можно легко комбинировать с черными аксессуарами. Базовые футболки в манго вызвали у меня шок. Стоит 1300. 1300 ужасного качества. Тонкие, до первой стирки. В мак. За эту цену качество гораздо лучше. Те же 1300 стоят вот такие вот майки. Тонюсенькие. В общем, я после похода в манго психанула и накупила себе футболок про запас и маек. Сделала пост. Ссылочку смотрите внизу в описании под этим видео. 1700 стоят вот такие вот майки. Это сейчас форма самая-самая модная. Не каждый себе может позволить. И опять же, в том посте, про который я вам рассказала, я вам покажу майки, которые купила я. В четыре раза дешевле. Неплохая сумка. Сейчас в моде сумки крупные. Это из чего-то натурального, я забыла, как называется. Хорошо впишется в минималистичные черно-белые комплекты. У меня, конечно, поменьше. Есть в бежевом цвете. В черном выглядит гораздо дороже. Но она, правда, и стоит недешево. Неплохой такой базовый шоппер красивого карамельного цвета. Стоит 4000. И это искусственный материал. За такую цену я вам советую купить на Алиэкспресс. Мне, кстати, тоже про эту сумку часто спрашивают. Это Алиэкспресс. И ссылочку я вам оставлю на нее внизу в описании под этим видео. В последнее время я люблю черно-белую гамму. И, возможно, это единственный сарафан. Более-менее, который мне понравился. Алиэкспресс стоит 5000. Но все равно вряд ли бы я его купила, потому что она очень пестрая. Ну, хотя бы черно-белая. 11000 стоит жакет. Это лен. Такого золотисто-бежевого цвета. Даже небольшим блеском. И тоже висят с такими черно-белыми брючками очень пестрыми. Так, сомнительное сочетание. 5700 стоят вот такие вот босоножки. Блестящие, золотистые. И, кстати, у них и балетки есть кожаные, тоже металлизированные. Сейчас в моде всякое вот это вот вязаное. Оно, в общем-то, каждый год, каждое лето в моде. Ну, и в манго тоже есть и топы, и юбка. Но если такое связать самому сложновато, то вот такой вот карманчик пришпандорить к обычной футболке, мне кажется, многие смогут такое навязать. А футболочка сразу выросла в цене и стала стоить 2700. Ну, и как я уже сказала, много льна во всех магазинах. Манго не исключение. 9000 стоят вот такие вот комбинезоны. Я знаю, у меня есть ценители комбинезонов. Ну, и давайте перейдем в примерочную. Я покажу вам, в чем я была одета. На мне шелковые брюки Сальватура Феррагама с их фирменным принтом. Часто его можно видеть на их шелковых платках. Обычная белая футболка с Алиэкспресс. Много-много цацок всяких. Шоппер. Я, конечно, бы хотела носить какие-то другие сумки. У меня их много, но все время приходится брать с собой шоппер, потому что там у меня угол для примерки. Ну, и черные шлепки, которые я купила в позапрошлом году на Ламоде. Первое, что я примерила, вот эти синие льняные брюки. Я примерила их со своей футболкой белой. Синяя с белым смотрится отлично. А зачем я буду брать их дешевую футболку моя? Гораздо качественнее. Хорошая у них длина. У меня рост метр семьдесят два. Достаточно плотный и, в общем-то, качественный лен. Здесь нет пояса. Немножко торчат карманы. Но я все равно бы туда ничего не заправляла. Все равно носила бы на выпуск. Я не люблю заправлять, если нет пояса. По-моему, все отлично село. И к нему идет жакет. Я надела на свою футболку. И это не самый лучший вариант. Потому что жакет здесь приталенный. Не оверсайзный. Узкий рукав. И эта футболка отовсюду торчит. Сюда нужна какая-то майка в обтяжку. Удивила меня вот эта блузка. Очень приятно. Ну, во-первых, она сюда отлично подходит по цвету. Во-вторых, здесь очень тонкий хлопок. То, что в моей молодости называлось батист. Мне нравится этот V-образный длинный вырез, который удлиняет шею, создает вертикаль. Плечи здесь будут немного расширяться. Но я уже давно по этому поводу не парюсь. Раньше я как-то стеснялась своих широких плечей. Сейчас уже нет. Ну, и она такая немножко квадратненькая. Зато у вас будут длинные ноги. Здесь ничего не нужно заправлять. Стоит она, правда, не дешево. 4 тысячи. И мерила я ее в размере М. Кстати, такая длина еще отлично подойдет к юбке. В общем, я прям была довольна. И прям с этой блузкой я надела пиджачок. Видите, узенький рукавчик. Он, да, такой прям узкий. Но для таких широких брюк, в общем-то, сейчас такой приветствуется компактный верх. Раньше бы, конечно, сюда я надела что-то широкое прямое. И добавила бы объема во всех местах. Но вот сейчас говорят, что нужно объемным делать что-то одно. Хотя я, честно говоря, таким жакетиком пока не готова. И жакет этот стоит 11 тысяч. В размере М я его мерила. А брюки в 38 размере. И они стоят 6 тысяч. Внутри жакет сделан аккуратно. Подкладка стопроцентных хлопок. Но рукава полиэстер. Поэтому ручкам жарковатым. Мне, конечно, все-таки привычнее, когда верх достаточно свободен. И здесь мне понравилась, как села эта майка. Как она сочеталась? Просочеталась по цвету. Это стопроцентный лен. Стоит она 3 300. И в размере М я ее померила. И она такая достаточно оверсайзная. Это, конечно, не майка, а футболка, извините. И здесь я собрала монохром. Брюки здесь уже укороченные. Более узкие. Размера моего, к сожалению, не было. Как-то, видимо, там все разобрали. Оставалось только двое брюк. И это сороковой размер. И они на мне болтаются. Так что вы учтите, когда будете на меня смотреть. Видите, как они на меня свисают. Поэтому мне приходится их сзади придерживать. Ну и к этим брюкам идет жакет. Пиджакума это, конечно, тоже не назвать. Тоже он такой узенький, куценький, приталенный. В общем, очень мне тесненький. Несмотря на то, что это тоже сороковой размер. Но стоит дешевле 7 500. Мне все-таки здесь больше понравились широкие брюки. Поэтому показываю вам еще одним. И они такие розовые. В зеркале смотрятся немножко меланжевыми. Это обман зрения. И тоже хорошо с этой футболкой по цвету. Ну и сами брюки мне понравились. Здесь тоже нет ремня. Застегиваются они сбоку. Нет никаких карманов. Что для масс-маркета даже плюс. Потому что ничего не торчит. И здесь есть отстрочка. Стилисты говорят, что это создает дополнительную вертикаль. И это плюс. Не знаю, им видней. И опять эта блузка хорошо подошла к этим брюкам. Опять же, и по цвету, и по объему. Я стала уже любить такую длину. Мне нравится это тем, что не надо ничего никуда заправлять. Но эти брюки висели рядом вот с этой вот рубашкой. Здесь уже более закрытые плечи. Чуть-чуть прикрытые руки. Мне кажется, просто неправильно как-то заглажен этот лацкан. Он должен либо так лежать, либо второй должен быть более заглаженным. Поглаженным повыше. По качеству они совершенно одинаковы. Здесь видите, и пуговицы обтянуты такой же тканью. Что якобы делает вещь дороже выглядящей. Но смотрятся по цвету, конечно, нехорошо. Но для меня пестровато. Стоит эта блузка дороже, чем предыдущая. 4600. У предыдущей мне расцветка нравилась больше. Ну и к этим брюкам идет вот такой жилет. Составляют они костюм. Говорят, что жилеты хороши тем, что их можно носить как на голое тело, так и поверх чего-то. Я жалею, что не померила. Мне все-таки кажется, что это каких-то два разных должны быть жилета. Ну вот жаль, мне что не померила. И спереди смотрится очень хорошо. Но если поворачиваешься боком, то как-то немножко торчит. Видите, вот он так отходит. Ты немножко беременный. А спереди прям хорошо смотрится. Мне понравилось. Тоже у этого жилета есть подкладка. За счет этого, наверное, они так хорошо смотрятся, они так мнутся. Стоит 5700. Я мерила ее в размере М. Вот такой, мне кажется, неплохой подбор вещей я вам показала. Есть у них еще один зал, который, мне кажется, просто посвящен полиэстеру. Конечно, мой выбор это лен. Особенно если учесть, что цена у них одинаковая. Посмотрите, какой блестящий костюмчик. Сто процентного полиэстера. При этом жакет стоит 11 тысяч, точно так же, как и льняной. Есть такой же бежевый. Красота необыкновенная. В общем, пишите, что вы думаете по поводу коллекции в Манго. Может быть, вы сами там были уже. Вот посмотрите, какая красота. Фиолетовая, да еще и с такими ужасными пуговицами. Стоит на минуточку 10 тысяч. Конечно же, я отдам свой голос за локальные российские бренды с хорошим составом. До новых радостных встреч. Всем пока.